Еще такое, в заключении, обратите, просьба такая, наставление такое, заключительное, в связи с окончанием поста Рамадан, вот именно подписчикам и нашего, и вашей страницы. Будьте добры. Во-первых, я поздравляю, уважаемые братья и сестры, что Аллах дал нам возможность пропаститься, молиться. Наш Рамадан в этом году был не как обычный Рамадан, у нас такой домашний Рамадан, скажем, был. То есть, опять же, я не помню сам, когда я дома вообще разговлялся в последнее время, всегда в мечети. Всего Аллаха, я всегда в мечети, там или в шатре Рамадана, или в мечети, намазы, до утренней намазы, тоже до утренней молитвы после тарабиха. Оставлялся в мечети постоянно, то есть такой вообще семью не видел. А у нас в этом году другой Рамадан был, и мы, аль-хамдулля, дай Аллах на следующий год в мечети, в мечетях будем. Но такой Рамадан, может быть, уже не повторится в нашей жизни. Поэтому, аль-хамдулля, мы должны его тоже, эту милость от Аллаха, оценить его, аль-хамдулля. То есть, мы, как бы, все, что Аллах дает, это нужно принимать с милостью, как милость, Вячеслава Аллаху, все, что Аллах предопределяет. Также, хотелось бы, один раз я тоже спросил такой же вопрос, дайте мне какое наставление у одного великого ученого в Саури. Он мне что, в двух словах красиво сказал, и этим все было понятно. Бойся Аллаха, когда ты на людях, и когда остаешься наедине. Самое лучшее такое наставление, которое я слышал. Бойся Аллаха, когда ты на людях, и когда ты наедине. Лучше этого наставления, я думаю, нет. Поэтому, да, Аллах, я прошу, чтобы принял у нас наше поклонение. Да, Аллах, это все, именно чтобы принято было. И вот эти последние дни провести еще больше поклонений, больше молить, больше дуа делать, больше из тихвара сделать, иншаллах. То есть постараться вот это ценное время, особенно после Магриба, не отвлекаться на какие-то дела, делать дуа, читать Кур'ан, делать побольше, делать намазы, истихтар, тазбихат. Поэтому, альхамдар, это все принесет нам пользу, иншаллах. И именно самое главное, уважаемые братья и сестры, не смотрите на количество. То есть бывает такое, эх, вот я хотел там сто ракать. Так, прочитать человек и смотрит на время, быстро-быстро-быстро, еще успеет, еще это хочет, и это хочет, и это хочет, как будто что-то забыл. А надо смотреть на качество. Поэтому Аллах, Субхану и Та'ля, в Кур'ане сказал, Аллах сотворил смерть и жизнь, дабы вас испытать, кто из вас лучше в делах. Аллах, Субхану и Та'ля, у кого больше будет дел, кто из вас лучше в делах. Поэтому, как сказано в хадисе, два раката намаза человека, который прочитал искренне сердцем, вели его в рай. Потому что он искренне от сердца читал. Поэтому Аллах также сказал, сотворил смерть и жизнь, хотя вначале идет жизнь, потом смерть. Почему смерть? Потому что настоящая жизнь начнется у нас на вааме после смерти, вечная жизнь. А эта жизнь, это, так скажем, дар у лата, временное наслаждение. А после того, как Аллах заберет наши души, будет дар у карар, будет вечное место пребывания. Поэтому мы должны стараться для этого, аль-хамдуллах, и также не забывать эту дунию. Это Аллах, Субхану и Та'ля, говорит в Коране. Дуния, старайся ради того, что Аллах тебя уготовил в вечность. Но не забывай и эту мирскую обитель. Делай ради вечности с намерением, как будто ты завтра умрешь. И старайся ради этой жизни с таким намерением, что ты тут вечно живешь. То есть имеется в виду, вот этот баланс держать. Но все наши деяния, которые мы делаем ради Аллаха, Субхану и Та'ля, в этой жизни, для своей семьи, для близких и так далее, чтобы улучшить нашу жизнь, аль-хамдуллах, если оно халяльное, то это ничем не противоречит шариату. И не противоречит нашей вечности. Аллаху алим. Жизаку алиху. Жизаку алиху, шейху. Салам алейкум. Вам большое спасибо, шейху. Барак улава. Жизаку алиху. Барак у Аллаху. Салам алейкум. Барак у Аллаху.